Хибуси Джизо. Я сразу предупреждаю, что эта легенда про еще одну статую Джизо – настоящий сюр. Так что не пытайтесь в ней отыскать никакого смысла, просто наслаждайтесь этим божественным откровением. В Нижнем Ибану, в Яхатадзаке, есть такое место. Дом Джизо. Это святилище в один кен, а в нем сидячая статуя Джизо, высотой в один сяку восемь сунов. И статуя ученика Дьодзуки в полный рост. Предсказательнице из храма Наканонме Маненди было такое откровение о том, как появилось это святилище. Записано оно в 1953 году. Четыреста двадцать лет назад я убегал от вассалов Монева и добежал аж до Яхатаща. Преследователи не отставали. И я спрятался в лесу, а потом убежал дальше. На гору я Хатадзаки и спрятался там. Преследователи меня и там нашли. Когда они меня окружили, я использовал искусство левитации, взлетел как дракон и спрятался в черной туче. Преследователи метались, как глаза баклана в поисках рыбы. И тут я вспомнил о своих трех учениках и шестнадцати друзьях. И в заботе о них спустился вниз. Мои преследователи снова меня окружили. И я в отчаянии спрятался в долине, разжег огонь, прыгнул в костер и покончил с собой, превратившись в пепел. Но преследователи об этом не знали и продолжали поиски. Мои шестнадцать друзей об этом услышали, вытесали мою сидячую статую и статую моего ученика Дьодзуки в полный рост. Установили их в святилище в один кен. И в память обо мне написали на тысячи маленьких камешков сутры. Но нынче об этом Джизо совсем забыли. Как долго я хотел поведать хоть кому-нибудь эту историю. Словами не выразить, как я рад, что вы здесь сегодня собрались. Если вы будете почитать этого Джизо и содержать это святилище в чистоте, я открою вам место, где зарыт квад. Я не простой Джизо, а Хибуси Джизо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!